Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Ты, Святая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 16 октябрь. Житие и страдания святого мученика Лондона Сотника. Когда Господь наш Иисус Христос, по неизреченной Своей милости, благоволил спасти нас от погибели своим вольным страданием, крестом, смертью и воскресением, тогда один сотник по имени Лонгин, родом из Каппадокии, находясь под властью Пилата, был представлен со своими воинами служить при страдании распятия Иисуса Христа. Увидав чудеса, бывшие при кресте Христовом, землетрясение, затмение солнца, открывшиеся гробы и восставших из них мертвецов, и распадение камней, сотник Лонгин исповедовал, что Христос есть Сын Божий. Об этом событии Божественный Евангелист Матфей так говорит, «Сотник же, и те, которые стереглись мимо Иисуса в виде землетрясения и был же, убоялись весьма, говоря воистину, это был Божий Сын». Так свидетельствует об уверовавшем во Христа сотнике Лонгине Божественной Евангелии. Предание же церковное к засвидетельствованию Евангелия прибавляет, что Лонгин был тот воин, который пронзил ребра распятому Господу Иисусу Христу, и от истекшей крови и воды получил исцеление больных глаз своих. Тот же Лонгин был в числе стражей, представленных Пилатом к животворящему телу Иисуса Христа, лежавшему во гробе. Когда же Господь приславно воскрес от гроба и Своим чудным восстанием навел на стражу ужас, тогда Лонгин и два воина окончательно уверовали во Христа и сделали с проповедниками воскресение Христова, ибо они возвестили Пилата и архиереям обо всем происшедшем. Архиереи и старевшие, устроив совещание, дали воинам довольно денег, чтобы они утаили о воскресении Христом и сказали, что ученики Христа, пришедшие ночью, украли Его, когда они спали. Однако Лонгин денег не взял и утаить чудо не захотел, но еще усерднее стал свидетельствовать о нем, и свидетельство Его было истинно. Поэтому Пилат и все иудейское сонмище возненавидели Лонгина и весь гнев свой, который они прежде имели на Христа, обратили теперь на Лонгина. Лонгин открыто проповедовал о Христе, что Он есть истинный Бог, и что Он, Лонгин, был самовицеем животворящей смерти Его и воскресения. За это свидетельство Лонгин подвергся ненависти и гонения со стороны врагов Иисуса Христа, которые стали изыскать причину, чтобы погубить Его, но, не находя за ним вины, не решались, потому что Лонгин был старейший из воинов, человек честный и известный самому Кесарю. Когда же Лонгин узнал о быть зломномерении, то восхотел лучше быть отверженным от них и остаться со Христом, нежели жить в селениях иудейских. Он оставил свой гоин списан, одежды и пояс, и, взяв двоих друзей своих, которые имели такую же ревность по Христе, уклонился от народного общения и посвятил себя на служение единому Богу. Приняв крещение от святых апостолов, Лонгин в скором времени оставил Иерусалим и пошел со своими друзьями в Каппадокию. Там он стал проповедником и апостолом Христовым, и многих обратил от заблуждения к Богу. Затем, оставив город, Лонгин стал жить в селении своего отца, проводя безмолвную жизнь в посте и молитвах. Вскоре взялось известным всему собранию иудейскому в Иерусалиме, что Лонгин распространяет свое учение по всей Каппадокии, и проповедует о воскресении Христовом. Тогда архиереи и старейшины иудейские, исполненные зависти и гнева, пошли к Пилату со многими дарами и стали просить его отправить послание к Кесарю в Рим с извещением о том, что Лонгин отвернул от себя воинский сан, отказался от подчинения римской власти и возмущает Каппадокий народ, проповедуя им о другом царе. Пилат, приняв дары, согласился на просьбы иудеев и отправил к Кесарю Тиверию послание Тиверии 14 по 37 год, при нем и распят Господь Иисус Христос, заключающую в себе сильную плевету на Лонгина. Вместе с этим письмом Пилата евреи послали от себя много золота Кесарю, и тем самым купили смерть святому Лонгину. И во вскоре от Кесаря Тиверия пришло повеление предать Лонгина смерти как противника Кесарю. Пилат тотчас же послал воинов в Каппадокию, чтобы отсечь голову Лонгина и принести ее в Иерусалим для удостоверения еврейского соннища в смерти Лонгина. По просьбе иудеев Пилат повелел также убить и тех двух воинов, которые вместе с Лонгином оставили воинский сан, и там же в Каппадокии с ним вместе проповедовали Христа. Когда посланные дошли до страны Каппадокийской, то стали усердно расспрашивать о Лонгине, где он живет. Узнав, что он пребывает в селении своего отца, они поспешили туда, стараясь показать, что отыскивают Лонгина не на убиение, а как бы для оказания ему некоторой почести. Они боялись, чтобы Лонгин не избежал их руку, чтобы им не возвратиться к пославшим их ни с чем. Посему-то они и хотели тайно схватить его. Между тем, святой Лонгин по откровению Божию узнал о готовившемся ему венцем ученическом. Он вышел сам навстречу посланным от Пилата и любезно приветствовал их. Те, не зная его, спрашивали, где Лонгин, который некогда был сотником? — Зачем вам его нужно? — спросил их со своей стороны Лонгин. — Мы слышали, — отвечали воины, — что он человек добрый и хотим посетить его. Мы воины, а он был сотником воинов, поэтому мы и хотим видеть его. Тогда Лонгин сказал. — Прошу вас, господа мои, зайдите ко мне в дом и отдохните немного с дороги, и я извещу Лонгина о вас, ибо я знаю, где он живет, и тогда он сам придет к вам, так как живет недалеко отсюда. Воины зашли к Лонгину, и он предложил им мобильные угощения. Когда же настал вечер, воины сильно развеселились от вина, то они рассказали Лонгину, зачем они посланы. Но предварительно просили его и взяли с него клятву, что он никому не передаст этой тайны. Воины боялись, чтобы кто-нибудь не рассказал Лонгину, и чтобы он не убежал от них. При этом они сказали ему, мы посланы отсечь голову Лонгину и двоим друзьям его, ибо такое пришло повеление к Пилату от Кесаря. Лонгин, услыхав, что и друзей его ищут умертвить, послал за ними скорее, приглашая их к себе. Сам же не хотел сказать воинам, пока не придут его друзья, что он и есть сам Лонгин. Когда воины уснули, Лонгин встал на молитву всю ту ночь, усердно молился Богу, приготовляясь к смерти. С наступлением утра воины, торопясь отправиться в путь, просили Лонгина указать им того, кого они ищут. Тогда Лонгин сказал им, подождите немного, господа мои, я послал за ним, и он немедленно придет к вам. Поверьте мне, что тот, которого вы ищете, сам придаст себя в руки ваши, только немного подождите. Затем Лонгин узнал, что друзья его идут. В тот час он вышел к ним на встречу и поцеловав, обнял их и сказал, Радуйтесь рабы Христовы, мои же соратники, радуйтесь вместе со мною, ибо приблизилось веселье наше, наступило время разрешения нашего от плоских ус. Вот теперь мы вместе предстанем Господу нашему Иисусу Христу, не видели его страдающим, распятым, погребенным и воскресшим со славою. Теперь же увидим стидящим одесны Бога и насытимся лицезрением славы Его. Сказав это своим друзьям, Лонгин рассказал им, что от Пилата и Синедриона иудейского пришли воины, чтобы умертвить их за свидетельство о воскресении Христовом. Услыхав это, они возрадовались, что сподобятся быть причастниками венца мученического и скоро предстанут Господу своему, которого они возлюбили от всей души. Приведя затем своих друзей к воинам, Лонгин сказал, «Вот вам Лонгин и два друга его. Я Лонгин, которого вы ищите. Эти же два мои друга, со мной вместе видевшие воскресение Христово и уверовавшие, делайте с нами, что вам повелено, пославшими вас». Услышав сие, воины изумились и сначала не поверили, что перед ними сам Лонгин. Затем, достоверившись в истине сего, они усыдились и не желали умерщвлять своего благодетеля. Но Лонгин понуждал исполнить повеленное, сказав при всем, «Вы ничем не можете лучше отблагодарить меня за мою любовь к вам, как послать меня к Господу моему, коего я давно желаю видеть». Облегшись затем в белой погребальной ризой, указав рукой на близлежащий холм, Лонгин повелел домашним своим похоронить там тело его и двух друзей своих. После всего, помолившись и отдав всем последнее целование, Лонгин и два друга его преклонили под меч главы свои. По древним известиям это был Исаур и Афродисий. Войны, усекнув их, взяли с собой главу святого Лонгина и ушли. Тела же святых были погребены с честью на том месте, которое указал сам святой Лонгин. Прием в Иерусалим, воины принесли туда честную главу святого Лонгина и отдали ее Пилату для удостоверения его и всего сонмище иудейского в убиении Лонгина. Пилат и иудей, увидав главу святого, повелели бросить ее за городом. И она долго лежала там вместе с ссором, пока не была засыпана пылью. Господь хранящий все кости угодников своих, сохранил в целости главу святого Лонгина, находившуюся в Сару. Салом 33, 21. Когда Господь захотел прославить своего раба на земле перед людьми, которого уже прославил на небе перед ангелами, то открыл главу святого таким образом. Одна женщина христианка, вдова из Каппадокии, ослепла обоими глазами и долго искала помощь от врачей, но не получала. После этого она вздумала пойти в Иерусалим, поклониться святым местам и искать там помощи Божьей, ослепшим своим глазам. Взяв своего единственного сына, она отправилась с ним в путь. Но до яда святых мест сын ее заболел и через несколько дней умер. Вдова была горько и печально смертью сына. Она плакала о двойной потере, ибо лишилась и отчей, и сына, который был как бы светом для ее отчей, проводником для нее. И вот когда вдова так горько и неутешно плакала, ей явился в видении святой Лонгин, и утешил ее, обещая ей, что она увидит своего сына в небесной славе, и получит свет отчам своим. Он рассказал ей все о себе, как он был при страдании, распятии, погребении и воскресении Христовом. Как затем проповедовал в Каппадокии Христа и пострадал за него со своими друзьями. При этом он повелел ей идти за город и найти там его главу, лежащую в сару и засыпанную пылью. Тебе предназначено, сказал при этом святой Лонгин, обрести ее для твоего исцеления. Утешившись от печали, вдова встала и попросила проводить ее за город. Когда же ее туда вели, она сказала провожавшим ее, где увидите большую кучу наметанного сора, там меня и поставьте. Они так и сделали. Найдя большое количество наметанного сора, они привели ее туда, и она начала своими руками разгребать сор и раскапывать пыль. Хотя она и ничего не видала глазами, но имела великую веру в словам, сказанное ей в видении святым Лонгином. И тотчас же, по усмотрению Божия, она получила то, чего искала, и внезапно увидела свет солнечный, ибо глаза ее открылись, и она увидела главу святого, лежащую в пыли. Вдова-то обрадовалась не столько тому, что увидела свет солнечный, сколько тому, что нашла главу святого, благодаря которой получила прозрение. И прославляла она Бога и величала раба его, святого Лонгина. Взяв и облабызав главу святого, женщина с радостью понесла ее в свой дом, а мыла ее, помазала благовонными мазями, и так возрадовалась нахождение этого духовного сокровища, что забыла печаль свою об умершем сыне. В следующую ночь святой Лонгин опять явился ей в великом свете. Ввел сына ее к ней в блестящей брачной одежде, и любезной отечески обняв его, сказал вдове, смотри, жена, на своего сына, о котором ты печалишься и плачешь, вот какая честь и слава ему, смотри на него и утешайся. Бог присвисывал его к небесным чинам, которые находятся в царстве его. Я же теперь взял его от спасителя, и он никогда не будет от меня. Вот, возьми мою главу и тело своего сына, и похорони их в одном ковчеге, и не плачь о своем единственном сыне, и да не смущается сердце твое, ибо великая слава, радость, и нескончаемое веселье дано ему от Бога. Когда женщина услыхала это, то поспешно встала и положила главу мученика в один ковчег с телом своего умершего сына, и затем возвратилась к себе домой, прославляя и восхваляя Бога. Достигнув своего отечества, она похоронила на честном месте тело своего сына, и главы мученика, помыслив так при этом. Теперь я знаю, что любящим Бога все содействует ко благу. Я искала исцеление отчям телесным, а нашла вместе с тем исцеление отчям душевным. Я была одержима скорбью о смерти моего сына, теперь же имея его на небе, предстоящем Богу во славе, с пророками и мучениками. С ними он всегда радуется, и с Лондином в царстве Христовом носит крест, знамение победы, патрия ангелов, и как ученик Лондина радостно воспевает, воистину Божий Сын сей был, и есть, и будет. Царство Его царство всех веков, и владычество Его во всяком роде и роде. Слава Ему во веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok